Всем привет! Я вновь в Самаре на стадионе Солидарной Самара-Арены. И сегодня крылья советов принимают на своем поле факел из Воронежа. Посмотрим, как пройдет этот матч для самарской команды. За моей спиной вы видите гигантскую очередь, которая выстроилась на площади перед стадионом Самара-Арена. И все эти люди жаждут сфотографироваться и получить автограф у нападающего крыльев советов Бенхамина Гаре. Надо отметить, что крылья советов в этом сезоне подняли на новый уровень работу с болельщиками. Практически перед каждым матчем различные тематические программы, организованные для болельщиков. Например, сегодня, в честь 1 сентября, все могут посетить урок географии, сходить на сессию, сдать нормативы по физкультуре. И прежде всего впечатляет предматчевая программка. Она стилизована под рабочую тетрадь. Здесь заполнены все поля, разлинована она в клеточку. Так что нужно сказать, что крылья в этом отношении молодцы. И болельщиков с каждым матчем все больше, потому что они хотят стать частью предматчевого праздника. Ну а затем насладиться хорошей игрой. Ну а теперь переместились на саму арену полчаса до начала игры. Посмотрим, как команды готовятся к началу матча. Поснимаем разминку. В этой игре главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осенькин решил обойтись без эксперимента в стартовом составе. На поле 4 защитника, а не 5, как в предыдущем матче. А все почему? Да потому что крылья будут играть в позиции силы. Они находятся на четвертом месте в турнирной таблице. А факел расположился рядом с зоной вылета. Поэтому крылья в этой встрече являются фаворитом. Два, два, три, два, три. Стоп! 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 Не успел Сюкодобера читать первую минуту от начала матча, как Риле попытались создать опасный момент у ворот факела. К сожалению, у самарских болельщиков передача справа у фланга не дошла в штрафную. Мяч ушел на угловой, самарцы его разыграли, но до опасного удара дело не дошло. 0-0. 11 минут прошло от начала встречи, и команды пока не обостряют игру опасными моментами. Факел полностью отходит на свою половину поля, когда мяч оказывается у крыльев, но а самарцам пока что тяжело вскрывать такую насыщенную оборону гостей, поэтому ждем, продолжаем верить в атакующий интересный футбол, но команда ведут себя очень осторожно. ПОДПИСЫВАЮЩЕЙСКИ 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 Ну и для затравочки, чтобы за данной игрой было интереснее наблюдать, приведу немного статистики. Последняя игра между крыльями и факелом была в мае 2023 года, и тогда самарцы уступили в гостях со счетом 2-1. А вообще эти соперники между собой провели 24 матча, 12 раз были сильнее крылья, 6 раз побеждал факел, ну и 6 раз команды расходились, не выявив победителя. Как-то так. 26-я минута, крылья Советов проводят затяжную атаку, мяч оказывается в ногах у Фернадо Кастанцев, в штрафной площади факела, и защитники гостей нарушают правила, и главный судья Кукуляк указывает на точку. Нас ждет пенальти. Сам же Фернандо подошел к мячу и уверенно реализовал 11-метровый 1-0 в пользу команды Крылья Советов. Ну что ж, после забитого крыльями пенальти игра сильно оживилась, факел побежал отыгрываться, и буквально в следующей атаке получил право на опасный штрафной, но он никаких дивидендов в команде из Воронежа не принес. Факел получил право на еще один опасный штрафной, и здесь дело дошло до удара, но Иван Ломаев блестяще отбил этот мяч, и потом еще сыграл на добивании, не позволив мячу оказаться в воротах. Даже несмотря на то, что был зафиксирован офсайт, все равно яркий момент в исполнении вратаря Самарцев. Ну что, первый тайм завершен, 1-0 в пользу Крыльев Светов отправляемся на перерыв и будем следить за второй половиной встречи. Для вас пройдет всего пару мгновений, и мы вернемся. Итак, второй тайм матча Крылья Советов в Пакел начинается и будет любопытно последить за тем, как Пакелу придется перестроить свою игру, не обороняться всем составом, а наоборот пытаться вскрыть защитные ряды Крыльев Светов. Я уверен, эта игра принесет нам еще много эмоций, и расходимся, следим за матчем. Продолжение следует... Время! 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 На 64-й минуте крылья могли удвоить свое преимущество матча, заработали право на угловой, пошла подача, Евгений выиграл борьбу наверху, пробил, но вратарь факела эффектно поймал мяч, по-прежнему 1-0 в пользу хозяев. Время! 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 Владимир Писарский! Владимир Писарский! Время! 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 Получилось спонтанное Увидел то, что крайний левый защитник отвалился Отлегся на нашего нападающего Пришлось вводить в центр А дальше уже дело за техникой Увидел то, что угол пустой Решил пробить, получилось В чем сегодня секрет такого удивительного Второго таймера в исполнении крыльев Когда после равной первой половины буквально уничтожили соперника Я бы не сказал, что уничтожили И у соперника были шансы Просто мы оказались чуть удачливы Наверное, изобили свои моменты Тяжело, тяжело сейчас сходить Грубо говоря, неделю только В общей группе Даже меньше, мне кажется Понятно, потерял форму Но потихоньку набираем У нас большая мотивация была Конечно, хочется выходить в каждую игру, выигрывать Пацаны с самой отдачи знали, что будет тяжело с факелом Тяжело играть Это, наверное, все команды знают Но мы настроились и, слава богу, порадовали болельщиков, выиграли Ну, в принципе, я считаю, что, насколько я играю в факеле, это самая худшая игра пока Самая худшая игра, которую мы провели За прошлый сезон, например, и сейчас Не знаю, почему так сложилось Но хочу извиниться перед болельщиками за такую игру Будем работать У нас такая жизнь в футболе, да Сегодня-таки упал, завтра-то устал Что будет завтра, не то не знаю Я считаю, правильно Да я считаю, что это разве-то несложно было Если не победило Поздравляю с победой Будем работать Можно ничего сказать Субтитры сделал DimaTorzok